Улыбочку. Кейсхонд – одна из тех пород, которые улыбнутся в ответ. Они всегда счастливы и всегда улыбаются. Национальная собака Голландии, известная под прозвищем улыбающийся голландец. Многие неправильно произносят название их породы. Многие называют их кишхунд, но правильно говорить кейсхунд. Они дружелюбны и любвеобильны. Многие называют их собаками-липучками. Их хозяева докажут, что они обожают ласкаться. Это живые плюшевые медвежата. Привет! Это плюшевые медвежата с сердцем. Они обладают интуицией и острыми чувствами. Именно кейсхунды помогали пожарным во время теракта 11 сентября. Порода кейсхунд появилась в 16 веке в Голландии под названием вольфшпиц. Их использовали, чтобы охранять баркасы на Рейне. Они должны были громко лаять, когда кто-либо незнакомый подходил к баркасам. Они известны тем, что лают, но не кусают. Это не лучшие охранники, потому что они очень дружелюбны. Среди предков кейсхунда – самолет, чау-чау, корилла-финская лайка, норвежский элкхаунд и шпиц. И как их арктические собратья кейсхунды могут похвастаться своей роскошной шерстью, которая помогает им в непогоду. Шикарная трехцветная шерсть – первое, что бросается в глаза. Это большой пушистый шерстяной шарф. У кейсхундов роскошный хвост, который загибается за спину. Это прекрасное дополнение к прекрасной собаке. И это делает историю Бу такой незабываемой. Это Бу. Ему 13 лет. Ему повезло, что он выжил. Марк взял Бу, когда тому было шесть месяцев. Вскоре их семья стала больше. Марк хотел, чтобы я любила его и его собаку. И я сильно полюбила Бу, он прекрасный друг. Как и все представители его породы, Бу очень любопытен и любит приключения. И больше всего ему нравится быть в гостях у родителей Марка. Привет, малыш! Они его балуют. Бу – один из наших внуков. Он нас любит. Но в феврале прошлого года, когда Марк с Розой оставили Бу родителей Марка на ночь, все обернулось катастрофой. Раздался звонок, и я увидела, что это звонят родители Марка. Моя свекровь сказала, что нам нужно вернуться. Мои родители оставили Бу на улице. Моей маме показалось, что она слышит его лай. Родители вышли на задний дворик и стали звать Бу, но он продолжал лаять. Я посмотрела туда, откуда доносился лай, и я знала, что он в воде. Собака провалилась под лед и не может выбраться. Я не могу выбраться. Сосед, услышав лай, Бу, позвонил в службу спасения. Спасатели из пожарной части выехали на вызов. Бу находился в ледяной воде больше 30 минут. Когда мы приехали, нам сказали, что собака провалилась под лед. Он сильно дрожал, он выбился из сил. Он старался передвигать лапы все дальше, пытаясь удержаться. Пожарные, рискуя жизнью, вытащили пса из воды. Мы считаем, что сам бы он продержался еще недолго. Мы стараемся быть готовыми ко всему. Худшее, что могло случиться, собака могла уйти под воду. Бу вытащили из воды как раз вовремя. Он был крупнее, чем я ожидал. Он был тяжелее из-за того, что намок. Когда мы положили его в лодку, он лежал, не двигаясь. Я вытащил пса из лодки, укутал одеялом. Пес совершенно не сопротивлялся. Он лежал смирно в моих руках. Бу отнесли в дом и отогрели одеялами и обогревателями. Я испытала облегчение. Невообразимо. Вскоре приехали Марк и Роуз. Они были рады снова видеть Бу. Он все еще счастлив. Как будто с ним ничего не происходило. Спасибо вам большое. Я не могу передать, насколько я благодарна. С тех пор Бу знаменитость. Я рада, что все закончилось так, как закончилось. Теперь улыбаются все. И вы будете улыбаться, если заведете Кейс Хунда. Кейс Хунд может жить в любых условиях. Главное, чтобы он получал физические нагрузки. И если вам не нравится ухаживать за его шерстью, то, возможно, эта собака не для вас. Важно расчесывать их. Если не каждый день, то через день. Кейс Хунды – довольно здоровая порода. Но у них возможны бедренная дисплазия, проблемы с кожей и болезни сердца. Когда речь заходит о дрессировке, эти красавцы достаточно умны, чтобы быть лучшими собаками. Они очень терпеливы. Это удивительная собака для семьи. Итак, Кейс Хунды могут жить где угодно, но они очень шумные. Они здоровы, но за их шерстью нужно регулярно ухаживать. Они любят угождать, поэтому их легко дрессировать. И они прекрасно подходят для всех типов семей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok